Квест на барахолку называется Одень детей в школу Вот мы приехали этот квест пройти Успешно Хорошо Это алматинская барахолка И это один из ее вещевых рынков Рынок Кинджихан 3 В этом видео мы совершим с вами прогулку По ее торговым рядам По рядам торгового рынка Кинджихан 3 И попытаемся составить бюджет Для того, чтобы одеть двух взрослых подростков Взрослых подростков Двух подростков 15 лет В школу Квест состоит в целом из трех этапов Первый этап это добраться до суда До барахолки Второй этап это найти необходимые вещи По нужной цене И третий этап это отсюда уехать Такое столпотворение людей обусловлено тем Что на носу 1 сентября И родители, другие родители Также как и мы пытаются пройти этот квест Кто-то уже его прошел Видите, возвращается обратно с покупками Но кто-то только начинает Этот квест и спешит к центральному входу Еще это связано с тем, что в субботу-воскресенье Главный санврач запретил работу всех Учреждений, торговых центров Базаров, кафешек, ресторанов И поэтому у людей Закупиться вещами И подготовить детей в школе Есть только возможность 1 сентября К тому же О том, что школьная форма будет не нужна Объявили лишь 3 августа Поэтому люди сломят голову Сейчас прутся на барахолку И мы не исключаем Смотри, меряй Смотри Вот, посмотри на себя На себя посмотри Ну как по мне Они же не темные Просто красные На рыбера похожи Нет Ну это же не красные Ну ладно Ладно Еще можно зимой носить Зимой можно носить Понятно Зимой можно любые носить Они все, брат Там хозяин прямая поставка Насчет тестов, дурантик Ну ништяк Ладно, подумаем С прямой поставкой-то это он загнул, конечно Ходит, наверное, оптом Скупает с 10-го ряда Но однако У пацана здесь торговля идет бойкая Потому что цена очков Полторы тысячи тенге Или чуть меньше 3-х евро Но мы продолжаем двигаться Ко входу И сейчас нам предстоит Пройти ворота Ашик Это такое приложение Позволяющее Показать твой Ковид статус Здорово, здорово Давайте быстрее Осторожно Осторожно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Барахольская романтика Кто не был на барахолке Тот много чего в жизни не видал Пережитки советского прошлого Сейчас будем изучать список Так, нам надо купить рубашки Надо купить обувь Спортасы, футболки, трико Я предлагаю начать с обуви Как считаете? Тогда нам направо Тогда нам нужна фотка Ну пошли до обуви И нам в классе что-то пишут Обуви тут заправляют Туки В основном Ребята любят торговаться Сейчас мы придем Придем на их ряды Будем выбирать пацанам Макасы На этих рядах Есть смысл торговаться Потому что цену иногда Можно сбить аж вдвое Но тут требуется терпение Выдержка И самое главное Настойчивость Брат, покажи, что есть Здесь нам надо макасы Вот макасы? Да Есть, есть Вот, скажи, что почем Все для нас На школу, ну, брат На школу, брат Нет, туфли не надо Нет, это туфли А есть макасы А есть не кожаная тряпочная Вот, типа, вот, как у меня Есть, есть, есть Какой размер? 42 43, да? Ну, она малолетняя Нет, ну, летний такой Не сетчатый Нет, не сетчатый А ты как в школу Не будешь ходить? Можешь как раз Это как раз Как макасы Либо как вот у меня Плотный Да? Я на нацепку Размер какой? 42 Вот, смотрите Вот Эту фотку Вот такие вот Все, я вас понял Я вас понял Подкроссовки Да, да Какой же белый, уважаемый Белый Белый маркер Пацаны Пацаны уже понимают Там можно сериал машинка Стерять его Не, не, не Белый все равно маркер Брат Лучше терный Темный Темно-си Черный Вот Саша Саша Чай, кофе, шашлык За что заведение? Левый Я откажусь Левый? Да, левый Ну ладно Пацаны Студия кофе, пожалуйста Три порца Пацаны, вич на соках Им не до кофе Нормально, разметрой? Да Я чуть больше, меньше могу дать Не, не, здесь нормально Нормально? 42-й же, возьми до разнообразия Оно очень хорошо Прошит его полностью Почем? Подожди Почем? Почем? Мы учиться, брат За 4 тысячи нам пойдет Нет, брат, дорого Просто никому не говори, пожалуйста, брат От души Я никому не скажу, что ты мне дешевле отдашь Брат, честное слово Я же у тебя две пары возьму Какое размерение? Не знаю, какое размер? 43-й 43-й Ну, какой же, наверное Я тоже 43-й дам-то, пойди Давай, погрели Да, прошел Красавчик, присаживай Да, тоже да Черная, родная Это уста второй, да? Да, да Одно? Это 7500 татей Где там бешен? А? Где там бешен? Вы их не спутаете потом? Нет С маркером где-то на чешу Посмотри, брат Вот это здесь другой Здесь другой Чтобы ты отличал Да, да? Чтобы этот Другой не отдаст Да, они же будут отличать Да, поэтому что он? Здесь, вот здесь это Чтобы там не разы Да, шли, брат Нормально? 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 Понравится? Да, другую Ну, все, сложно Ну, что, по чем ты нам отдашь, брат? 13500 татей Пойдет, брат На душе Только не говори, пожалуйста 22, давайте, дам за убеду Честный слава, брат Не виган, брат Я серьезный Да ладно, ты мне рассказываешь Я сам 15 лет на барахолке проработал Я уже здесь сидел в торгахолке проработал, серьезно? Я 15 лет Я здесь еще кинжихана не было, я уже работал Короче, брат, 22 лет дам? 23 22 лет тебе дам? По 13 лет По 13 лет дам 26, а я тебе дам 22 Нормально? Честно, брат Ну, хорошо, давай по 12 24 У тебя не нет 25 24 24 24 24 24 24 24 Проехала, давай Каспикизет Малышка, дай, пожалуйста Блин, налички нет, брат Нет Сразу дай пакет Одевай сразу? Все сразу, хочешь? Пакет Угу, старый Старый, пора на пенсию Надо соседей подарить Нет, рабочий 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 Каспи перевод вообще придумал Просто звери, звери Звери, Каспи, звери Красавчик, мальчик 705 Так, брат, секунду Сейчас это оба партия Несу сейчас Номер скажу А где-то, сайпай Сейчас принеси Каспи 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 705 6026 626 24 24 12 12 Правильно Нес так же, наверное Малышка Вот, Богдан Нужно научиться тебе торговаться Потому что, если ты не умеешь торговаться То ты не сэкономишь, естественно Двенадцать Отлично Торговаться примерно надо вот так Ну, это зависит, конечно, от твоей настойчивости И твоей харизмы Вопрос с обувью мы решили достаточно быстро Стоимость я примерно предполагал И примерно знал, что пацанам нужно Поэтому, для выбора мы потратили много времени А решили сэкономить его за поиск от других вещей Идем посмотрим Как по мне, так одевать пацанов очень просто Многие вещи им подходят И тут важно, нравится они им или нет Поэтому мы не ходим из контейнера в контейнер Не пытаемся сильно сравнить цены На это нет ни грим, ни особо Ни желания ходить по этой тропе Поэтому, если вещь ребятам нравится И мы укладываем себе в бюджет Мы просто ее покупаем Слава Алейкум, брат Олег Алейкум, брат Олег Алейкум, брат О чем спорта все? Ну, пацанов, Китер есть? А? А, пацанов Китер есть? Да? Спортив? Да Здесь, да Вот эти вот новинки Вот все варианты есть Вот здесь все варианты есть Вот эти варианты Вот здесь вот варианты есть Спортивный костюм Разные от 10 до 12 пикотиков Это прям спортивный костюм, да? Это сверх-низ? Да Они все вверх-низ Да Они все вверх-низ Вот это Вот это Вот это Ну, давайте ему размажем Пусть померим, посмотрим Вот это Вот это Да, нравится Да Мне нравится Мне тоже нравится Это Ты заправь себя на разуме Нормально заправься Ну, тоже хорошо Зазнали все как Ну, вот Хорошо Нравится? Спилочку сделаешь? Стиль? Да А что? В конце Вопросы с костюмами решили Костюмы данные Следующий этап Рубашки Футболки Что там нам еще надо? Футбашки, рыболки Рубашки, футболки Трико О, вот эти носки Трико носки И канцелярия еще Ищем дальше Посмотрите Какое разнообразие Главная прелесть Кинжихана В том, что здесь В одном контейнере Можно найти сразу Большой выбор Необходимых тебе Вещей Особенно Это касается Мужской одежды В бутиках В городе это сложнее Ну и цены Здесь сильно ниже Чем в городе А для пацанов Которые растут И которые не особо Научились еще Беречь вещи Мне кажется Это самое то Убери руку О, пойдет С футболками мы тоже разобрались Оказалось не так сложно Вообще пацанов одевать легко На самом деле И когда женщины с нами нет Это тоже очень легко Все происходит быстро И практически мгновенно Ищем Кубашки И идем за трусами с насками Переходим на другой уровень Тут и на велосипедах мотается И на самокатах Пойдем там Где поменьше народу На дальние ряды Когда барахолка Назар точнее Какой-то на барахолке Имеет глубину Несколько рядов Лучше всего Уходить дальше На второй На третий ряд На четвертый ряд И чем глубже вы зайдете Чем Во-первых Меньше будет народу Меньше толкучки Во-вторых Цены более доступные Потому что Как правило Основная масса людей Дальше второго ряда Не заходят Вот Ну и соответственно Продавцы более лояльны Таким Терпеливым И пытливым Покупателем Все женское Окурки Тонкие Тонкие Осенние Да Осенние У нас зимние есть А потом А может ветровки Какие-то лучше Ну ветровки тоже Подойдет Просто Такие Чтобы накинуть Чтобы накинуть Осенью Зимние Зимние у нас тут есть Понятно Я сейчас еще посмотрю Может вам жилетки взять? Вот вы будете сверху Ветрово ходить их Одевать Вот такого рода Жилетки Давай Или Это не просто Это Штеплый Зимний Не курс Лучше может Ветровки все-таки возьмем Ветровки у нас простые Угу Чё 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 Такого Бывает и так, что оптом продают, не пускают в розничных покупателей, не все хотят покупать, продавать в розницу, но это редкость. В основном человек готов уступить, поэтому нужно заходить и спрашивать, шмутья просто валом, на любой вкус и вид. Почему такие у вас? Спасибо, текстур. А вот такие? Тоже, да, та же цена? А это ветровки без штанов. Да, без штанов. Может такие? Да, давай, давай. Вот так текстура нравится. Нет, красный. XL и M есть размеры? Красная? Ну нет, одну красную, другую, какую будешь? Красная. Тоже красную? Зеленую, синюю. В красной будете братья-близнецы ходить. Красные вот такие есть и XL. И вот такие, вот эти M. А вот эти курточки почем? Эти по 10 тысячам. Может такие курты, смотри, она лучшая. Не, не слишком плачет я осенью. Ну зря, ты так. Она как раз таки осенняя, и ты можешь еще начало зимы в ней ходить. Смотри. Да холодно, жарко будет. С чего это осенью тебе будет холодно? У тебя осенью ты ходишь в ветровки в этом, в Спортасе, а когда дождик льет, ты вот это одеваешь. Ничего тебе холодно не будет. Хотя эти чуть-чуть, да, они тоньше? Да, это ветровки как. А вот эти как демисезонные. Демисезонные курточки вот. Вот по рук, смотри, какая классная. Они по однам остались, не знаю размер. Да? Не знаю, мне нравится. Мне тоже. Ну хорошо, меряйте ветровки. Пакет-то поставь. А, зеленые? Да, они зеленые. Схорожные, схорожные. Ну-ка, это маленький, конечно. Маленький. Да, выкачь так. Ты какой размер натянуешь? Это М-ка. М-ка, да? Ну нормально тебе. Угу. Ну там зеркало есть. Просто маловато чуть-чуть. Короткий, да? Побольше? Чуть-чуть маловато, да. Побольше. На один размер есть побольше? Именно на такой рассветке есть, да. Угу. Красную волосу. Вот такая вот осталась? Вот такая вот. Нет. Это она, опа, одинок. Красный тоже. Да? Угу. 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 Ну вот этот нравится. Такой нравится. Да. Слушай, Майя, а есть побольше размеры? Угу. А что есть побольше размер? Угу. Типа одной. Ну по мере вот эту пуму. Что такое? Колумбия есть побольше. Да или Колумбия вот по мере. Колумбия. Угу. Так и с Колумбией. Ох, ну мне нравится. Ну вот, Колумбию по мере. Христофором Колумбовым почувствуйся. Вот это посвободено на углу. Вот это размер. Хорошая. Удобная. Что, нравится тебе? Ты выбрал? Да. Ты тоже выбрал? Теперь нам скажите сколько мы вам должны? Семь, вот эти шесть. Тринадцать? Тринадцать. Уже не уступите, да? Да, у нас осталось. По цене чувствую, прям хорошая цена. И касты, я могу вот, которые на стенке, да, висит? Ветровочки, прям. Прям очень хорошо. С учетом того, что через год им просто хана придет. Потому что дети, сами понимаете, прыгают, бегают, рвут все. Хоть уже и отболт с пятнадцатилетней. Трикот для дома. Школьным принадлежностям это не считается, но надо взять. Еще нужны трусы, носки и брюки школьные. Вот. Мы на четвертом ряду. Как видите, здесь народу сильно меньше. Только оптом Чубак торгует трикошками своими. Ладно, пойдем поищем еще. Это вообще не проблема здесь. Вот, например. Жалко будет запачкать. Распочем прикол? Оптом, да? Нет, только оптом, да? Только оптом? Опять только оптом. Это дальние ряды, кстати. Да. Все оптовики здесь сидят. Впрочем, есть еще такой прикол. Те, кто торгуют на первом-втором ряду, те, кто торгуют на первом-втором ряду. Они приходят сюда на треть-четвертый, берут здесь оптом, то есть на первый-второй и продают. Ну, процентов 30-40 продавцов, как минимум, это делают. Остальные берутся складов. В принципе, принцип тот же, только склады находятся еще дальше, чем и торговые ряды. Просто там берут и на первом ряду продают. К шестому ряду ряды вообще освободились. Вообще людей нет. То ли лень доходить, то ли просто здесь от того, что большинство торгует оптом, отсюда люди уходят. Хотя, можно подходить и спрашивать, покупать. Например, упаковка носок считается оптом продажи. Что-нибудь сейчас и будем делать. Белый, серый не надо, да? Нет, белый, серый не надо, только черный и вот эти вот рассветки. Сейчас модно разных цветов носить. ЛГБТ мне... Знаешь почему? Сейчас все... Двух цветов. ЛГБТ много цветов. Это всего два цвета. Одни, например, красные, бордовые. Там другие темно-зеленые. Один носок. Радужные носки. Это не радужные носки. Но это модно. 20 штук, да? Сколько общих? 2380, почти дней 7". 7600. Каспий. Легкость. 6! 5! У нас брюки классические и канцелярия. Ну, канцелярия, опять же, говорю, не на этом базаре, здесь столько вещей. Ну, я говорю, это все просто. Так, да, идем искать брюки классические, где посмотрите трусы здесь, как раз это тот ряд трусовый, трусовый ряд, трусово-носковый ряд. Тележники на барахолке, как скорая помощь или машина полицейская на автостраде, они говорят, каш-каш-каш, и это значит, их нужно пропустить, иначе тебя задавят. Пошли уже шесть рядов и вот идем уже назад. Не можем никак брюки найти с рубашками. Слушайте, какая-то засада, как будто в школу скоро не начинается. Джинсы есть, куртки есть, трусы есть, нету брюк классических, нету простых белых рубашек. где-то, наверное, в начале надо смотреть. Либо на другом базаре, да. А вот нашли брюки. Будем выбирать, нет, женские. Женские. А нам нужно в школу. Найти нормальные классические брюки, которые мы хотели, и рубашки нам так и не удалось на этом базаре. И мы решили эту затею оставить и перенести на следующий день, попробовав поискать на других рынках Алматы или города Иссыка. А сейчас мы направляемся на выход и попытаемся скалькулировать, сколько же денег все-таки нам потребовалось, чтобы полностью одеть пацанов, подготовить их к школьному учебному году. Ну что ж, мы закончили закупаться в этих двух пакетах школьной принадлежности, школьной одежды на год. Для двоих стоит это вот столько. Сейчас мы, да, сейчас мы пытаемся выбраться с барахолки. Куча народу, 1 сентября на носу, все закупаются. В субботу-воскресенье базар не работает, потому что наше правительство ввело новые правила, и зайти на рынки и общепит смогут только те пользователи Ашик, у которых зеленый статус. Хотя говорят, что их становится больше, вот сейчас недавно с Хараньком разговаривали. И тем не менее, люди пытаются сделать это именно сейчас, в пятницу. Начинается дождик, и мы едем домой. На этом наш квест подошел к концу. Я думаю, что мой список не самый оптимальный, и кто-то, возможно, сможет купить этот же комплект дешевле, но сумма в 55 тысяч тенге на одного ребенка, я считаю, достаточно невысокая, с учетом того, что эти вещи будут носиться не больше года. Дети растут, вещи изнашиваются. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!